Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видеоролик нашего с вами общения, и я с большим удовольствием отвечаю на все ваши вопросы и зачитываю ваши комментарии. Если какой-либо из ваших комментариев я не прочла в рамках моих видеороликов, то обязательно отправляйтесь в раздел комментов и смотрите мои письменные ответы, потому что, как правило, я отвечаю либо здесь, либо внизу, как раз-таки под вашими комментариями. Итак, приступим! Бэкка Тэ мне пишет. Датца, добрый день! Я купила Чика Некстуми кроватку и Слиппи Хэт Делюкс для своего малыша, но где-то увидела комментарии, что коконы небезопасны для ночного сна малышей. Не могли бы вы сделать ревью этих вещей? Заранее спасибо, ПС очень нравится ваш канал. Спасибо огромное Бэкка Тэ за ваш комментарий. Я внизу под этим видеороликом поставлю линк самых-самых моих первых покупок, и там я как раз-таки подробно рассказываю про кроватку. Если говорить о моем мнении по поводу этих двух вещей, используя их 5 месяцев, могу сказать про кроватку. Это супер покупка, супер вещи. Я ни разу не пожалела о том, что я ее купила. Мы как раз-таки уже ее отодвинули от нашей большой кровати, подняли передний бортик, так как рэм уже переворачивается, и в том случае, если он решит ночью перевернуться, чтобы у нас не было никаких казусов. И, собственно, он прекрасно спит в этой кроватке. Думаю, мы еще дотянем в этой кровати как минимум месяц, и потом уже он переселится у меня в большую кроватку, которую мне еще, кстати, предстоит купить. Но в целом и в общем кроватка замечательная для новорожденного в первые месяцы жизни, поэтому если купили, будьте счастливы и рады, что именно эту кроватку вы приобрели. Я уверена, что вы не пожалеете. Что касается кокона. Кокон, ну, с ним у меня такие отношения 50 на 50. С самого начала вроде бы малыш в этом коконе спал, потом он в нем спать отказывался. Я понимала, что, блин, наверное, я все-таки потратила огромное количество денег, и он не зашел. Но когда у малыша случился первый скачок роста, и он перестал спать, то, кстати, этот кокон, он меня спас. И только благодаря этому кокону я смогла переселить малыша из своей кровати обратно в его кроватку. Если говорить про безопасность и сон малыша в этом коконе, конечно же, производитель сам пишет, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра в этом коконе, и не рекомендуется оставлять на ночь малыша спать в этом коконе, потому что он может повернуться и упереться носиком в бортик. И, конечно же, производитель в этом вопросе прав. Но, я не знаю, конечно, есть также и нестыковки в этом вопросе, потому что, например, второй кокон, который, по-моему, называется Sleepy Head Grand, который уже после 6 месяцев, они его позиционируют как раз-таки как идеальное решение для перехода малыша из маленькой кроватки в большую кроватку. Если вы говорите о переходе из маленькой кроватки в большую кроватку, то, наверное, вы подразумеваете, что он в этой кровати, в этом коконе и будет спать. И быстренько, благодаря этому кокону, как раз-таки привыкнет к этой большой кровати. Не знаю, если говорить про опыт мамочек, конечно же, они оставляют малышей в этом коконе спать. И я оставляла малыша спать, приглядывала я за ним, естественно, усиленно. В общем, здесь я, наверное, скажу, что это чисто ваша ответственность. Производитель говорит, что в коконе оставлять спать нельзя. Володин мне пишет, Даться, расскажите, пожалуйста, был ли у вас регресс сна? И если был, то как вы его пережили и что было с режимом? Да, регресс сна у нас был, но он был такой легенький, тихенький и практически незаметный. Он у нас продолжался ровно три ночи. И причем три ночи не подряд, а через ночь. Он просыпался где-то, наверное, час после кормления и просто начинал плакать. Первую ночью он плакал, наверное, минут сорок. Ну, это в общем, я имею в виду, каждые, там, не знаю, минуток три-пять я к нему подходила, его успокаивала, шушукала. В общем, укладывала его, как обычно я это делала, в начале нашего обучения режиму. Вот, и он спокойненько засыпал. Вторую и третью ночью он плакал, ну, буквально, наверное, минут десять. На самом деле, я была уверена, что это никакой не регресс сна и что нас еще ожидают концерты по ночам. Но все, никакого продолжения не последовало. То есть это у нас было на девятнадцатой неделе, сейчас ему ровно двадцать одна неделя и вроде бы ничего. Режим у нас не изменился из-за регресса сна. Он у нас, я уже рассказывала, плавает и видоизменяется, но все равно он остается режимом. Поэтому, собственно, у нас по большому счету все без изменений, слава богу. И хочется мне верить, что это именно так, благодаря тому, что я его обучила режиму и что он обучен также самостоятельному засыпанию. И во время регресса сна для него было не проблематично также снова засыпать. Ирина W мне пишет. Здравствуйте, Дация. Это очень хорошо, что малыш засыпает самостоятельно. У меня малышу четыре месяца. Когда был чуть меньше, то иногда мог сам заснуть. Но сейчас постоянно его нужно качать. Малыш постоянно плачет при укачивании первых минут пять. Потом как-то успокаивается и засыпает. Это первая проблема, потому как иногда не выдерживаю плача. Вторая проблема, что он научился переворачиваться и постоянно крутится во сне. Потом в итоге просыпается и так по нескольку раз за ночь. Я уже устала и не знаю, что с этим делать. Восхищаюсь вами и теми людьми, которые сумели сделать для своих малышей самостоятельное засыпание и режим. Значит, по поводу первой проблемы. Ну, да, с укачиванием оно так и есть. Наверное, намного сложнее для мамочек приучить малыша к самостоятельному сну, засыпанию, если малыш любит, чтобы его укачивали. Это не наша история. Мой малыш с самого начала был совсем-совсем не ручным. И мы с этой проблемой не столкнулись. По поводу второй вашей проблемы с тем, что малыш переворачивается. Ну, это, наверное, просто надо пережить. И я все жду, когда и мой Рэм начнет ночью в кроватке переворачиваться. Пока, кстати, он этого не делает. И в этом, наверное, вопросе я рада, что он на таком чиле. И, в принципе, не торопится сильно переворачиваться не днем, а тем более и не ночью. Не знаю, когда с нами эта история также произойдет, буду вам сообщать, буду рассказывать, как же мы справляемся с этой проблемой. Но пока сочувствую вам, желаю вам терпения, силы. В общем, держитесь. Следующий комментарий по поводу колясок. Послушав вас, окончательно решила не покупать коляску три в одном. Ах, с вами согласна. И в очередной раз могу подтвердить, что это бесполезная покупка. И моя коляска меня жутко-жутко бесит. Я уже на нее смотреть в принципе не могу, а тем более не могу смотреть на свое автокресло. Я решила сделать в скором будущем для вас видеоролик о колясках. Расскажу, какой ресерч я провела о колясках, которые рассматривала для следующей покупки весной. Расскажу, на какой коляске я остановилась. И с удовольствием также почитаю ваши комментарии и послушаю, что вы можете сказать по поводу вашей коляски. Довольны ли вы, недовольны, как выбирали, по каким аспектам выбирали. И что нужно учитывать при покупке и выборе новой коляски. Кристина пишет, у меня малыш перевернулся в 3,5 и это ад. Теперь ни секунды на спине, ночью переворачивается и плачет от этого. Ну, все мамочки об этом мне рассказывают. И также вот я говорила, что моя подруга Марина, у нее помимо вот этих переворотов еще ноги отправляются в рот. И он во сне тычет этими ногами себе в глаз и от этого также просыпается. Так что, когда она придет ко мне на канал рассказывать про свои роды, также спрошу ее, как у нее дела именно с этим вопросом. Эли Шах мне пишет, по поводу белого шума. Действительно нужно прислушиваться к малышу, чтобы понять, какой шум ему подходит. Думаю, всем будет полезно приложение SoundSleeper. Там есть разные шумы, фена, дождя, океана. Так что каждый может подобрать свой шум. Кстати, программа работает и без интернета. Очень удобно для прогулок. Так что, девчонки, берите себе на заметку именно это приложение. Так, Индира мне пишет. У меня трое детей, и все по режиму. Всю свою любовь им отдаю, пока они бодрствуют. Конечно же, когда болеют зубки, побольше вожусь. Но все детки у меня здоровенькие и счастливенькие. Очень помогла книжка и принципы Happiest Baby on the Block. Деткам режим дает спокойствие, потому что они понимают, чего ждать. Непостоянство уже часто приводит к тому, что детки либо уставшие, либо голодные, либо скучают и в итоге рыдают. А называют мамы это все часто зубки. Слушайте, на 100% с вами согласна. Даже добавить нечего. На 100% согласна. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мне пишет про полчасовые сны малыша. Да, про то, что за полчаса не удается ничего сделать, это так. Особенно, если долго укладываешь, потом смотришь в одну точку и вспоминаешь, кто я. И после мысли, что надо что-то сделать, а тут ребенок уже просыпается. Слушайте, это 100%. У нас как раз-таки вот это был наш случай до режима. Мне приходилось минут 25 его шушукать и успокаивать, укладывать, просто для того, чтобы ребенок полчаса поспал. И я такая вся непонятно в каком состоянии уже снова поднимала ребенка и понимала, что я не то, что ничего не сделала, а просто передохнуть даже не успела. И самое ужасное, что мне приходилось реально по полчаса его укладывать для того, чтобы просто ребенок поспал либо такое же количество времени, а то и бывало немножко меньше. Так что это просто жуть. Елена мне пишет. Здравствуй, Даци, ты мой учитель. С твоего канала так много узнала и узнаю. Спасибо тебе большое за все. Пожалуйста, рада стараться. Даци, расскажи, как ты лечишь больную ногу? Слушайте, никак уже не лечу. Я была у нескольких остеопатов, у нескольких ортопедов. Сделали мне ударно-волновую терапию, сделали мне мануальную терапию, сделали мне стельки, чего только мне не делали. Тейпы в том числе, и ничего, в принципе, не помогало. Со временем просто мой отек чуть-чуть спал. Я продолжаю носить стельки и просто надеюсь, что само пройдет. Вот и все. У меня тоже болят стопы. Пока мажу мазями, немного помогает, еще ношу специальные стельки. Ну, наверное, так. Даци, ты молодец во всем. Создала хорошую крепкую семью, создала хороший интересный канал. Спасибо. Продолжай свое дело, делись своим опытом с нами. Я уже жду, что ты однажды нам скажешь, что ты снова беременна, чего я тебе очень-очень желаю. Я тоже, кстати, жду очень сильно этого дня. Я уже вам рассказывала, что ко мне вернулась какая-то энергия жизни. И я уже к своему мужу подошла и сказала, ну, дорогой, я вроде как бы готова. Он говорит, ладно, чуть-чуть подождем. Давай-ка ты со своими ногами и волосами разберешься. И потом уже будем думать, чтобы сфокусировалась камера и чтобы планировать второго малыша. Так, также Елена мне пишет, я планирую беременность. Это будет мой пятый ребенок. Да вы что, серьезно? С пятым ребенком я ваш учитель, ну перестаньте. Блин, пять детей, это очень круто. Пятый ребенок, но несмотря на то, что я имею свой хороший опыт, я очень многому научилась у тебя. Желаю тебе и всем твоим подписчикам здоровья, счастья, женского. Пусть наши детки растут на радость нам, мамочкам, папочкам, бабушкам и дедушкам. Спасибо огромное. Индира мне пишет, да, Ца, вы прям мой мама-близнец. И режим так же, и пеленали так же. Делала все со всеми своими детьми. Я помню, как мужа просила в магазин быстро ехать за 10 минут до закрытия, потому что ручки тоже были мокрые. А, у нас, кстати, было, я за вторым экземпляром побежала ровно так же, кстати, в магазин. Просто потому что ручки у нас были мокрые, а еще он туда надул. И как-то вся его прекрасная каша протекла, и мне пришлось нестись в магазин, покупать вторую пеленку, чтобы быстро-быстро ее заменить. Марина мне пишет, расскажи, пожалуйста, как планируешь учить английскому языку и своему родному языку? Как будешь общаться с малышом в семье? У меня муж тоже из-за границы и с ним говорит на английском. Еще не выучила его язык. А с малышкой хочу говорить на русском. Слушайте, ну, так и планирую. На самом деле, дома я с Рэмом разговариваю на английском языке в основном. Конечно же, русский тоже проскакивает, просто потому что все остальные вокруг говорят на русском языке. Иногда как-то неуклюже себя ощущаю, но все равно заставляю себя говорить с ним именно на английском языке. Родному языку, ну, не умудрилась с ним разговаривать на трех языках. Это я оставила в ведении нашей бабушки и моего брата, и его двоюродных братьев в Риге. Так что пусть сами обучают нашему родному языку. А я пока с ним разговариваю на английском. 1, 2, 3, 4, 5, 6 также мне пишет. Отучить, приучить, отучить, развивать, следить за здоровьем, осмотры врача и прививки, гулять, купать, переодевать, все мыть, одновременно развивать привязанности и не разбаловать, думать, как правильно ли ты делаешь. Открещиваться от мимо крокодила. Что такое мимо крокодила, не знаю. Да, в названии отпуск по уходу за ребенком есть некая ирония. Но не что, некая ирония, это, в принципе, одна сплошная ирония. Людмила мне пишет. Скажите, как понять, что ребенок готов спать без пеленки или просто с 3 месяцев отучать и все? Слушайте, на самом деле есть способ, как понять, готов ли ребенок спать без пеленки. Он начинает из нее вырываться. Причем вырываться из той пеленки, из которой раньше он не вырывался. У нас с Рэмом как раз таки так и было. Об этом, кстати, я забыла рассказать. Несколько ночей подряд я стала замечать, что у меня из пеленки вот такая рука чужого вылазит и начинает отправляться. В сторону лица. И потом у него происходил такой одический фейспалм. Большой палец отправлялся в рот. И, в общем-то, мне приходилось его поднимать, перепеленать и отправлять обратно в кроватку. И когда малыш вот таким вот образом вырывается из кроватки, то вы точно можете знать, что он уже готов к обучению сну без этой пеленки. Это не говорит о том, что сразу получится. Потому что он может одновременно быть готов, но не быть привыкшим спать без пеленки. Поэтому процесс займет какое-то время. Но именно вот этот момент мне помог понять, что я могу приступать и начинать обучать его спать без пеленки. Ну, а если никаких признаков нет, то просто с трех месяцев можно начинать это делать, потому что это то время, когда малыши начинают переворачиваться. Елена мне пишет. Датца, здравствуйте. Мне кажется, ваш ребенок днем спит так мало из-за белого шума. Представляю, как вам тяжело морально. Вам тоже надо отдыхать. Мой малыш спит днем 2-3 часа. Правда, это один раз в день, а в остальное время по 30-40 минут. Наш режим. Поднимаемся в 7 часов, потом очередной сон в 10 минут 40-30. Затем самый большой сон в 2 часа дня длится до 16-17 и вечером часов 7 ложится на минут 30-40. И ночью просыпается два раза в 2 часа ночи и в 5 утра. Укладываемся спать в 10 часов вечера, иногда в 9-30. Мы живем в поселке, в своем доме. Иногда возникают посторонние шумы. То собака, то сосед. Но, слава богу, малыш не просыпается. А в основном у нас дома тишина. И когда я вижу, что вы включаете белый шум, мне становится жалко вашего малыша. Извините, если обидела вас. Во-первых, никогда-никогда не извиняйте за ваше мнение. Потому что, во-первых, вы меня никоим образом не оскорбили. И на самом деле мы здесь общаемся именно как раз-таки для того, чтобы вы выражали это ваше мнение. Ваш опыт, он также ценен, как и мой. Поэтому вы спокойненько можете рассказывать о том, как делаете вы. И какие, может быть, ощущения у вас возникают. Но по поводу белого шума. Здесь, наверное, нужно учесть то, что в нашем социуме, в наших странах, в постсоветских я имею в виду, в принципе, такая вещь, как машинки шума, белый шум, он непривычен. То есть, если так не делали наши мамы, так не делали наши бабушки, у нас под сознанием есть какое-то такое устойчивое мнение, что это не нужно, это неправильно, это вредит. Но на самом деле весь остальной мир очень успешно использует белый шум, и другие шумы в том числе, как для малышей, так и для взрослых людей, у которых есть проблемы сна. Сейчас, кстати, ученые разработали розовый шум. То есть это микс, самый такой хороший микс высоких и низких частот для хорошего сна пожилых людей и для того, чтобы улучшать их память. Здесь нужно просто изучать этот вопрос. Перед тем, как у нас возникают какие-то мысли, какие-то ощущения по тому или другому вопросу, я советую просто почитать и изучить вопрос для того, чтобы уже создать для себя обоснованное мнение. На самом деле белый шум, он очень-очень похож на шум космоса, он очень-очень похож на шум в чреве мамы, поэтому для малышей он очень и очень привычен. Единственное, что в этом вопросе нужно учитывать, так это то, что нельзя машинку белого шума ставить на максимальную громкость и нельзя ее ставить ближе, чем 2 метра от кроватки малыша для того, чтобы не навредить развивающемуся слуху малыша. Есть также исследования ученых, которые собрали ряд самых популярных в мире машинок по белому шуму. Они проверили вот этот максимальный звук, соответствует ли он стандартам, и он был немного более громким. Мы свою машинку шума никогда не включаем на максимальную громкость и ставим ее как минимум 2 метра от кроватки. Хэппи Пэт мне пишет. Дация, запиши видео о том, как же ты сейчас кормишь. Все же сцеживаешься и даешь смесь, и что думаешь о прикорме? Нам 3,5 месяца посоветовали водить овощи с 4, но мы хотим 6. Слушайте, да, кормим мы ровно так же, половина на половину. Пробовала я водить молочко больше в соотношении, чем смесь, но Рэм переставал набирать веси, поэтому мы вернулись к нашей старой схеме 50 на 50. По поводу прикорма я начну с 6 месяцев, то есть это рекомендация ВОЗа, и я смотрю по своему малышу, он не проявляет никаких особых, в общем-то, знаков того, что он сильно хочет приобщиться к общему столу, поэтому мы начнем с 6 месяцев. Здесь торопиться некуда. Нет никаких причин, почему ребенку нужно было бы давать прикорм уже с 3 или 4. Ну, собственно, поэтому мы также в этом вопросе на таком сильном чили и не торопимся. Ева мне также задает вопрос, делаем ли мы массажи. Да, мы сделали курс из 15 массажей, когда малышу было 3 месяца, и также планируем сделать второй курс массажей в 6 месяцев. Сильно помогло, голову стал держать, в принципе, с тонусом. Это очень-очень круто помогает, поэтому массажи могу рекомендовать на 100%. Главное найти хорошего массажиста, который сделает вам качественный массаж. На сегодня это все мои комментарии, которые я хотела вам прочесть. Их большое-большое количество. Снова видеоролик у нас шибко долгий, но, в общем, по-другому на этом канале мы не умеем. Спасибо вам за ваше время, спасибо за ваши комментарии, за то, что вы и так любите мой канал. А я в ответ сильно люблю вас. На сегодня с вами прощаюсь, желаю доброго дня, и увидимся в моем следующем видеоролике. Все, пока!